Здравствуйте, друзья! 28 января, пока зима, надо разобраться до конца. А в чем разобраться, сейчас объясню. Одна серия смета, я очень подробно и может быть где-то нудно вам кое-что рассказывал. Сейчас я расскажу, откуда берутся заблуждения, легенды. Я и мой сад становятся легендой, но не для всех. Итак, вторую серию я, наверное, заглавлю. Приезжайте к нам на Колыму. Нет, лучше вы к нам. Вот. Почему я показываю фотографию этой милой девушки? Она не милая, вернее так, она еще и уникальная. Вот. К этому подойдем, потому что, если не будет молодежи, в стране ловить нечего. То, что я называю заблуждениями, ошибками, оно въелось уже так глубоко, причем в широкие массы, что без молодежи нам уже не обойтись. Но это потом. Сейчас главное. Вот. Итак, все началось с письма Жанны А. И я, возможно, буду его еще раз прочитать и продолжим. Здравствуйте, Савелик Хрустинович. Я со Среднего Урала заказал у вас косточки на местном форме обсуждания темы про абрикосы. Там же Акоса отдала рекламу ваших косточек. Там один товарищ Ярсон доказывает, ваши косточки у нас не приживутся никак. Даже обидно. Я не знаю, что ему сказать. Помню, что у вас был оптовый покупатель из окрестностей Екатеринбурга. Интересно, выросли ли у него сады. Еще видео с ним записывали. Цитирую одно сообщение с формы. Так, что я не буду повторять. Я не буду повторять. Я продистал сотни фотографий по всей стране. Ну, брал Фоносовый, Дальний Восток, Сахалин, Приморье, Калининград. С юга на север. От Украины до Ханты-Мансийска, до Салихарда. И это уже то, что не может быть. Но оно почему-то существует. И вот, как бы я на этот вопрос ответил. Вот. Теперь цитирую. Она цитирует этого товарища. Я пронумеровал. Я. 1, 2, 3, 4. Что касается жереза, напомню. Сад находится в благоприятном микроклимате. Благодаря незаметающему унисею. И рядом расположена Сен-Ашурская ГЭС. Да. Причем это я всегда подчеркивал. Что у нас много ГЭС. И везде надо использовать это качество. Микроклимат. Но нигде ни черта не используется. Кроме одного единственного места в России. Где именно поселки. Черевушки возле ГЭС. Майна. Правда уже километрах 15-20 от ГЭС. Вот. И явились на какой-то момент лучшими садами России. Лучшими. С невероятными достижениями наших местных садоводов-любителей. Но это мы проходили. Так. Теперь. То есть я не отрицаю. Но. И там же я привел таблицу. Она ниже. Повторяться не будем. И оказывается. Как бы ни был у меня благоприятный климат. Но он практически равен климату. Новосибирска. Красноярска. А я южнее Красноярска на 500 километров. Тем не менее. Практически одинаковые морозы. Одинаковые зимы. И гораздо теплее, чем у вас на Среднем Урале. Доказал? Доказал. Идем дальше. Почему это очень важно? А чтобы вы у людей не отбивали охоту заниматься садоводством. И чтобы у людей руки не опускались. Когда им во многих. Я несколько писем получил. Мы к агроному. А он говорит у нас абрикосы расти не будут. Они уже растут. Потому что агрономы, они настолько нелюбопытные, что им внушили в институте, что не будет. Они даже не ищут их. Дальше. Очень важный момент. Когда случилась авария на ГЭС, то он несколько лет не получал урожай абрикосов. Из-за их вымерзания и подмерзания. ГЭС официально заявляет. Все эти годы я начал печататься с начала века. И авария осень 2009 года. И сказалось в 2010 году. Я вам показывал фотографию уникальную. И сам лично в своих статьях. Тогда еще не было. Фильмов не было интернета. В своих статьях я говорил, подчеркивал, что когда опустилась ГЭС в несколько метров. И этот, как бы его назвать-то, водохранилище аккумулирует тепло, а зимой его отдает. Поэтому река не замерзает. Но не считая, что по ней лед плавает. И температура все равно около нуля. Но она не замерзает. И это действительно сказалось не потому, что теплее, а потому, что до этого такие климатические перепады были. День-ночь. Летом я поиск помнил. Я проходил военные сборы в Хакасии, в этой же Хакасии. Днем жара под 40, а ночью мы мерзли в палатках. Мерзли. И так же деревья. Так вот, что ГЭС сделал? Он вот эту вот пики сделал вот так вот, пологие. Днем холоднее, а ночью теплее. Вот. Вот и все. И вот я, когда у меня единственный год абрикосы не плодоносили, они остались живы. Единственный год абрикосы не вымезли в светочной почке. Да. Единственный год. Это не несколько лет. Вот. И персики у меня не замерзли. Персики замерзли годом раньше, когда я их обскобил, продал черенки. И искореченные деревья замерзли годом раньше. И не надо было врать про это. То есть, ну, человек не врет, он искренне считает, что мягко, заблуждается. Вот. И получилось так, что только один год абрикосы не плодоносили, и все были живы. Все были живы. Все были живы. У меня фотографии, у меня статьи. Две сибирские газеты напечатали за 10 лет, все эти годы печатали. Больше ста статей без перерыва. И все, что я видел, про замерзание, про замерзание. Сады вымерзали. Люди, два лучших. Извините, что я так говорю. Я волнуюсь, потому что на моих глазах было совершенно чудо. Не мною. Первое поколение. Сошников. Левицкий, Бородич, Бельтяевский, Жестовский. Господи, сколько вас. Боднар. Первое поколение. Лучшие сады черебушки майнов. Россия. Этого не видно. Наука. Где-то один-два ученых ползали, ходили, резали черенки, уговаривали. Говорили, мы вам сейчас дайте черенки, мы вас сейчас сделаем в реестр. Ну, врали, врали и заврались. И все это осталось неизвестно для всей России. Один я про это писал. А потом, когда пришло журналы, представительное хозяйство, еще несколько таких популярных журналов и газет, крупных, с миллионными тиражами, люди взяли в руки секаторы и начали уничтожать деревья, потому что они оказались неправильные. И они уничтожили на 90% все, что можно было уничтожить, потому что деревья неправильные, и надо было резать, резать, резать. И уничтожили своими руками этот феномен. Я писал, я кричал, я в каждом номере, каждый месяц несколько журналов и газет. Караул, Железов, караул. Прекратите деревья, нет ничего. Каждая рана – это унижение морозостойкости. Я все равно Сибирь. А таблицы-то я показывал на прошлом вебинаре. Ой, я заговариваюсь. На прошлом, этом самом, первой серии, да. Кстати, я заговариваюсь, почему. Вот этот вебинар я должен рассказывать. Но сильно много, опять не успеваю. Поэтому я этот кусочек выделил. И сейчас я буду доказывать, 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 что не опускайте руки, ребята. Если у меня это все растет. Вот. Понимаете, что будет? Как бы у меня не было тепло, вы ссылайтесь на это. У меня все равно холоднее, чем у вас. В Свердловской области, в Челябинске. Все равно у вас теплее. Чего же вы голову не оборочите? И дальше. Очень важный момент. Это прям удар называется подых. И он вынужден был закупать косточки у садоводов, участки которых находились непосредственно с ГЭС, а потом перед продаж всем желающим. Так, как померяне это? Гражданин, гражданин. Ну пусть будет гражданин Иванов Иван Иванович. Официально заявляю, что тот год, когда у меня не было урожая, и был еще 2014 год, и еще один год, но я сейчас уже не вспомню какой. Вот. Я продавал. Действительно, вы сейчас скажете, ах, какой он это самый халтурщик. Я продавал косточки. Именно косточки. И этих семенных у меня также было полно. Слив у меня также полно. Даже в тот двадцатый год, когда спустили в водохранилище. Всего было. А вот абрикос персиков не было. Замерзли, я говорил, из-за того, что я их искалечил. Абрикосов не было. Да, из-за мороза. А точнее, даже не заморозывал, а из-за весенних заморозков во время сведения. И тогда я действительно продал косточки с чужих садов. Объясняю, гражданин Иванов Иван Иванович, вам, что это не просто сады. Сад Чернобаева. Точная копия моего. Все черенки абрикосов. Этот самый, рыжий. Академик. Он потом его спилил. Видите ли, у него некуда девать абрикосов было. Это ладно, отдельный разговор. Человек заелся. Потом этот самый Бай. Бай Левицкий, я его так назвал. Потом еще один сорт. Ну, ладно, это самое. Поняли меня. Три сорта моих. Вот. Раз. Я имею право, а он от меня живет. У него тоже по Инисею чуть ниже сад. Я имею право взять косточки с абрикосов, которые у меня, лично у меня, были взяты черенки. А я специально знаю, что когда-то у меня бросят камень. Пусть один камень. Или два. Но все равно бросят. Я все время... Самый... Леонидович. Фильмы я снял в Голосаду. 20-30. Леонидович, а от кого у тебя Академик? А, вот еще Королевский вспомнил. А это, абрикос. А от кого у тебя Королевский? От тебя Константинович. А от кого у тебя это? А от кого у тебя Венгерка? От тебя. А Персик Хасанский? От тебя. Вот. А Персик Минусинский? От тебя. Так, сейчас еще не все сказал. Так. Яблоня, супер яблоки эти самые. От тебя. А самые сладкие в мире груши. 500-граммовые эти гиганты под Москвой. От тебя. А лесная красавица? От тебя. Да? А Лада. А от тебя. Вы поняли теперь? А. Ну, Королевский сказал. А супер вишня, самая крупная вишня в Сибири, которую я привез с Украины. От тебя. Ну, дальше я потом жалеть буду, что я не все перечислил. Вот. Что? Я не имею права оттуда. А он в нескольких километрах от меня. И сад подальше от Енисея. Я что, не имею права оттуда кошки взять и вам продать? Деньги пополам. Чем он отличается? Он просто еще получил с одного поколения. А самое интересное, пусть еще будет несколько серий, но я должен сказать. Потом оказалось, что единственное место, где все в Хакасии, об этом даже ученые не знали, где растет несколько гигантских, настоящих уссурийских груш, гигантских. Вот. Я знал, а потом я спросил, а на что ж ты прививаешь мои-то груши вот эти шикарнейшие? И десяток, я их называю, высшая лига груш. Для России и чуть ли не для всего мира. Ну, представляете ли, красавец из Бельгии, да? Он говорит, и называет этот адрес. А ты-то откуда знаешь? Он говорит, знаю. И все. И оказывается, он прививал на те же самые подвои, что я. Совпадение? Совпадение. Ну, какое интересное совпадение. А яблоки мои, вот эти вот, самые, ну, ладно, не буду переселять сорта. Скажи, пожалуйста, где ты берешь подвои? В тайге, в Сибирке. А? А на что он привел эти самые венгерки? Он их чуть позже у меня добыл. А на твои, эти самые, на твои бай? И вот и получился Санта Брюш. Значит, косточка у меня и у него разницы-то нет. Семечка у меня, у него разницы-то нет. И это называется, что я скупаю. А пианиста мой, королевский, мой этот самый, академик. Ну, я приехал, вот тебе, вот уже ведра стоят, меня ждут. Вот тебе деньги, это самое, Владимир Ильич. Спасибо. И поехал. Ковырять их, шелушить, сушить. Вот, и вам продавать. Что, не имею права? Это тот год. Что, если бы я не продал несколько, там, может, тысячи-две косточек сада пианиста, своих же этих, садуцев, которые у меня же были куплены. Я что, не имею права продавать? А целый год бы, что у людей было бы? И вот того списка огромный, который я долго-долго-долго-долго, как его делал? Я долго-долго его листал, 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 да, несколько минут листал. Ну, быстро, тик-тик-тик-тик-тик, вот так вот, несколько минут. Это бы он был частично, был бы меньше. А теперь, Елена Александровна, я каждый раз пытаюсь подчеркивать, что у меня моя подруга, моя дочка, моя, это самое, она же ученая из института, из университета, аспирант, да? Вот, ты жила у Милены, как Милена попала в число вот этих самых, тот самый злосчастный год, когда в ней не было урожай? Ты у нее жила-жила, а мы с тобой дружим, а я понятие. А у Милены-то, это самое, Константинович, ваши эти, ваши эти абрикосы растут, причем какие роскошные, вон они стоят. У меня одна банка от этого, от пианиста, одна от трехлитровой, другая банка от нее, от нее еще ни одной косточки не купили. Я не знаю, что я буду делать с ними. Но у меня как, у меня был супер урожай, супер урожай, на деревьях было 10 ветр, 20, 30, и на двух по 40 ветр, да? Это уже немыслимо. Вот, естественно, что у меня столько купить не могут, но я все равно их собрал. И все равно, я мог бы его не покупать, я же говорю, да, я перекупщик. Своё выкупил у Милены, у пианиста. Вот они, банки стоят, я мог бы их не брать, у меня все равно и свои я продать не смогу. Вот. Но я должен был, они так хотели, что я купил, они не хотят сидеть на рынке, они у нее падают, портятся, а я как раз-то мне и надо подпорчены. Константинович, приезжай, забери, ну, забери бесплатно, но я бесплатно не брал. Вот это я называю себе перекупщик. А еще самое интересное, Царство Небесное, вы прекрасно знаете, это самое, нашего друга Бродского, да, и вот этот мой друг Бродский, значит, один год я отправлял его. Я что, скрывал, вот, у него такой же сад, дальневосточный, у меня же половина сортов дальневосточных, и он мне присылал косточки посылками, а у меня пусто, урожая нет. И я его продал. Что, надо было целый год людям отказывать, у людей не было бы садов? А сколько сейчас в садах прекрасно плодоносят эти самые? Это память о нем, память. А я что, не должен был продавать Боднера? Ой, я уже договорил, Бродского? И что из этого следует? Из этого следует, что его память я продлил. Вот. Я помог ему выжить, я высылал ему деньги, он на эти деньги жил. Вот. Было время, визбу нечем топить. Все было в нашей советской стране любимой. Вот. Уже не советская, кстати. В советской стране бы этого не было. И вот получилось следующее. Значит, меня бросили камень, а я перечислил все. Все перечислил. В нашей команде еще Филиппе, позднее Филиппе моего. Что я не могу это? Он не может заработать с моей помощью это самое. Только потому, что я продаю косточки позднее Филиппе. А Тотаров лучший сливовый сад в Сибири лучший. Лучший, роскошный. А что он не может зарабатывать вместе со мной? Мы одна команда. Вот пять, еще одного пальца не хватает. Шесть. Все, что я перечислил. Вот так вот, друзья. Я надеюсь на это. А я теперь еще вам показал эти сорта. Хрен с ним, что это сада пианиста. Хрен с ним, что это сада Милены. Хрен с ним, что это сада этого самого Чернобаева. Только ради Бога, прищите косточки. Вот. Это теперь не мое, это наше. Мы обменялись сортами. Если я, это самое, если здесь 40 лет прожили апорт крово-красный, роскошный сорт, да, привезенный лично 40 лет назад Дмитриевичем Чернобаевым из Алматы, и он здесь прошел ту же самую, как ее назвать, адаптацию, ну пусть адаптация, так, и оказался в два раза крупнее, чем апорты из научного сада, и оттуда достал, отсюда достал, да, вот, и они здесь прекрасно плодоносятся, дают такие урожаи, и что теперь, я у него взял черенки, ой, я ему, он мне, ну, 10 к одному, я ему 10, он не один, я ему еще 10 сортов, он не один, но то, что он мне давал, это шедевры, вот этот апорт крово-красный, апорт алматинский, это шедевры, и если я, и мой сын продает, теперь шажется, он что, не имеет права и где-то добрать, я еще не рассказывал вам про Украину, я не рассказывал про таможню, от которой я прятал эти же черенки, фактически проводя эту, как она называется, фактически проведя, проводя, ну, контрабанду, сейчас звонок в дверь придут, нет, уже время прошло, 20 лет, так что уже не арестуют, так, и, вот я попытался ответить на вопрос, какой, что я был вынужден закупать косточки у садовода, не просто у садовода, а лучших садоводов в Сибири, лучших, включая науку, и у своих друзей, и свое же я выкупал у них, и перепродавался в Желающем, ну, что, как говорил этот самый, Остап Бендер, нет, как говорил, Тарас Бульба, ну, что, помогли бы ваши ляхи, а, ну, это образное выражение, оно, нет, ляхи ни при чем, сорт Королевский, выведен во Франции, пишет, это, уважаемый товарищ, яростно критикующий меня, я по трём пунктам оправдался, надеюсь, четвёртый пункт, Королевский выведен во Франции, но для условий Сибири не подходит, даже для участка железа, что ты понимаешь, железа под этим названием выдает совершенно другой сорт, я гражданин Иван Иванович Иванов, официально заявляю, любой сорт абрикосов из Франции, Англии, Италии, кстати, с Англии у меня есть, и это, из Канады есть, вот, я любой сорт, дайте мне время, дайте денег, я адаптирую здесь, мне для этого всего нужно 5 лет, так просто, не 30 лет, чтобы начать семян, а черенкованием, ой, черенкованием, этим, прививками, вот, и любой, и этот сорт так получился, и вот сейчас начинается, самая интересная часть рассказа, видите, почему я не могу на вебинаре, тут я могу говорить, говорить, а там надо пункт первый, пункт второй, там учёба, а здесь эмоции, но эмоции тоже нужны, почему, садоводство это волшебство, и вот одно из волшебства, вы видите это, нет, а, вы знаете, что сейчас, то, что я буду вам показывать, этого нет на всей планете, садоводство, то, что я буду вам показывать,